Ребята, всем привет! С вами Ксюша, и это, наконец-таки, новое видео про мою новую квартиру. Совсем скоро у меня намечается поездка, это будет не менее интересная тема на моем канале, но поездкам мне, в принципе, никак не мешает, чтобы обустроить свою квартиру хотя бы на первое время, потому что в будущем я хочу сделать, допустим, встроенный гардероб, но я же не буду его делать прямо сейчас. На это нужны время и деньги, это будет не так быстро, а на первое время, чтобы заехать, можно поставить просто какую-нибудь там, не знаю, вешалочку для верхней одежды. Как-то у меня была уже такая вешалка с Икеи очень давно, сейчас Икеи нет, поэтому можно купить ее в кофе. Еще нужно мусорное ведро, короче, вот все, что нужно на первое время, все нужно купить, ну, может, не все, какую-то часть, по чуть-чуть, в общем, закупать, чтобы там уже можно было жить, там, не знаю, через неделю-две хотя бы, максимум через неделю-две. Мне кажется, коврик тоже нужен, и еще сегодня хочу там убраться, типа пропылесосить, помыть полы, чтобы все было чистенько, пыль везде протереть. Еще стеллаж нужно перевести, я уже приготовила канцелярию, и все можно, в принципе, сразу расставить. Сейчас стеллаж будет не только для канцелярии, но и для какой-то косметики, еще каких-то вещей, в общем, да, на первое время вот так. В принципе, кстати, можно даже, знаете, как сделать? Этот стеллаж поставить в прихожую и туда складывать штаны, типа вот так вот, по стопочкам, как вариант, кстати. Или там, не знаю, на нижнюю обувь ставить, потом одну полочку там для чего-то другого, там, коробочку с носочками, допустим, и так далее. Но вот такой вариант у меня сейчас появился. На первое время вообще нормально. А еще, ребята, вы меня спрашиваете, зачем я туда тащу мебель, если я буду делать ремонт? Ремонт я буду делать постепенно и немного попозже, поэтому на первое время мне нужно принести туда мебель, потом буду все убирать. Так как у меня сегодня очень загруженный день, я освобожусь ближе к вечеру, и поэтому все вещи будут покупать мама с папой. В общем, вы посмотрите, как же мама с папой будут выбирать вещи в мою квартиру. А вечером уже вместе с вами мы там все помоем, все расставим, вообще сделаем все по красоте. Все, давайте, до встречи. Ребята, мы уже в хофе, приехали с папой приглядеть самые нужные вещички в квартиру. Вот купили одно полотенце, вот такое розовое для рук, по 399 рублей. Мне очень понравился такой ершик туалетный, всякие органайзеры для ванны можно было бы купить. Для жидкого мыла контейнер, мыльница. Очень прикольный тоже ершик, вот в такой баночке. И вот такое вот мусорное ведро. В общем, вот так вот нажимаешь, и вот открывается такое мусорное ведро, классное. Смотрите, еще заметила, какие есть вот контейнеры, тоже для мусора. Можно возле туалетного столика, допустим, в комнате где-то поставить. Или вот такой, тоже контейнер для мусора. Это просто подставочка. Такое зеркало тоже прикольное. Короче, это будем в следующем видео покупать. Сейчас возьмем только вешалку. Вижу, вам папа хоть что-то выбирает. Столы тоже мы посмотрели, табуретки и стулья. Тоже это нужно вместе с ней все выбирать. У нас, если честно, глаза разбежали. Все такое новое, красивое, интересное. Так, это письменный столик, вот видите, обычный. Две задвижечки. Стеллаж мы привезем в квартиру наш старый, поэтому стеллаж точно пока покупать не будем. А там после ремонта, может быть, какой-то новенький выберет. Мы дошли до коврика. Коврик нужно обязательно взять. Даже если ей не понравится, коврик можно потом заменить. Вот этот давай возьмем. Если не понравится, то поменяем, правильно? Дешево и сердито. Вот, про такую гардеробную систему я говорила, но это совсем маленькая. А так прикольно, смотри, видишь? Можно и вещи, кстати, разложить. И вот здесь повесить, что нужно. Это, кстати, прикольная идея. 5600 стоит. Не скоро мы будем заказывать мебель в прихожку. Вот, а вещи нужно, чтобы где-то лежали аккуратненько. Временный стеллаж тоже можно раскладывать вещи аккуратненько. Вешалка называется. Вот их куча тут разных. Вот на колесах. Очень легкая. Стоит она 2600. Это тоже очень удобно. А сюда можно брючки. Это отодвигается? Нет, это стоит на месте. Высокая. И внизу прикольно. Видишь, можно то есть что-то... Да, давай еще шире делать. Вот я и говорю. Давай посмотрим. Мне кажется, вот это вообще прям прикольное. Даже лучше, чем в Икее была. Она такая хлипенькая, но, знаете, вот на первое время, мне кажется, прям очень здорово. Здесь можно пальто там, да, допустим, длинное. А вот еще есть, смотри. Вот серое. Но она как шире, да, больше места занимает. Смотрим дальше. Такая для нашей Ксюши точно не пойдет. Мони, да. Там у них несколько костюмчиков есть как раз. Так, и вот такую нам вешалку нужно взять при входе в квартиру. Просто, чтобы курточки можно было повесить. Что мне вот эти деревья как-то не очень нравятся. И желательно какую-нибудь, не знаю, серую, что ли. Черную неохота. А вон серая есть с той стороны. В общем, мы нашли еще вот такую тоже вешалку. Она на тысячу подороже. Ну, такая помощнее, что ли. Посерьезнее. Как станок. Ксюша будет балетом заниматься. Так, все. Короче, мы решили вот эту подороже взять на тысячу. Я сейчас объясню, почему. Она помощнее. Перекладина вот эта. Такая огромная будет гардеробная. Прикольно. Там навесят всего себе. Мы решили пока такую вешалку не брать. Если что, с Ксюшей приедем, посмотрим. Вот. Потому что какие-то они хлипенькие. Да и по цвету. Папе сначала вот эта понравилась, которая березка. Вот эта. Потом он приглядел вот эту вот, которая за 6 тысяч. Она такая помощнее. У меня она тоже нравится, но она черным цветом. Возможно, Ксюше не понравится. Поэтому в следующий раз едем с Ксюшей. Так, давайте купим вот такие обычные губки. Если что-то пошоркать в ванну. Ну, и вот такие обычные тряпочки. Возьму набор. Бумагу туалетную. А, где написано? Нигде не написано. Это папа. Это папа так решил. Бак для мусора с крышкой. Вот такой еще есть. Мне кажется, такой Ксюше больше понравится. Вот поэтому я и не стала без нее брать. Оп. Прикольно, кстати. О, и крышечка сама закрывается. Ну, черное ведро мне не нравится. Короче, папа говорит, что на время ремонта, на первое время, нужно ведро какое-то обычное подешевле взять. Нереально. Так много ведер. Разбегаются глаза. Вот тоже хорошенькая, серенькая ведерко. И вот, посмотрите, ведра. Слушайте, давайте не будем без Ксюши брать. На самом деле, в следующий раз приедем, я сделаю список, и мы купим прям все по списку. Ну что, ребят, мы уже на квартире. Значит, мои родители без меня устроили шопинг. Пошопились вещами ко мне в квартиру. Такие дела. Сейчас будем смотреть, что они купили. Я думаю, что вы уже видели, а я без понятия. У меня никто ничего спрашивал. Вот. Я знаю, что купили вешалки. А что еще купили? Купили вот коврик какой-то. А вот ведро. И все такое по мелочам придется покупать мне самой, потому что родители не знают, что мне нужно. Не знают, чтобы мне понравилось. Поэтому будем вместе с вами ходить выбирать. Смотрите, варианты. Сейчас будем убираться. Привезли два пылесоса. Один, но еще второй обычный. Погнали убираться. Мы уже в тапочках. Кстати, уже не в обуви. Сначала просто соберем пыль, а потом помоем пол. Не будем смотреть. Там что-то интересное происходит. Происходит сбор, так скажем, моего гардероба. Пропылесосила, помыла. Все чистенько, все супер. Вот. Далее, что я хочу сделать, это протереть пыль с подоконника. Здесь у меня лежат салфеточки, которые я положила в прошлый раз. Ссылочка на это видео в описании. Я туда первые вещи завозила. И вот сейчас нужно убрать вот эти все вещи с подоконника. Это какая-то фигня, даже не знаю, что это. Вот эту штуку и свечку. Подоконник тут прям нечистый. Здесь такое эхо просто. Ну, потому что мебели нет. Еще потолки высокие. Еще, ну, как бы, нормальное такое помещение, я вам скажу. Так, почти готово. Последние штрихи, так сказать, остались. Так, подоконник чистенький. Ставим свечку назад. Это тоже кладем обратно. Вот все, как было, давайте. Идеально. Так, все, а теперь идем смотреть, что там привезли родители. Смотрите, делать обзор уже складывать. If I was you, I won't help me. Так, смотрю, новый коврик. Я думаю, что он будет лежать на входе. Зачем он у меня в комнате? Ну, под пол, который сейчас, вообще нормально. А так нужен серый на будущее. Вот, ну, короче, вот так вот ты пришел. Тут можно поспать. Если вот кровати нет, вот так вот застилаешься. Тут так клубочком складываешься. И вообще супер. Прихожки я еще не убирала. Сейчас уберемся и постелим туда коврик. Так, смотрим, что здесь. Так, это ложка. Ой, я буду сидеть на коврике. Так, ложка. Это вообще страшные вещи. Я этим пользоваться не хочу. Но придется, но у меня нет желания пользоваться вот этим. По-моему, я старею, ребят. Каждая губка, она же разного цвета. И каждый цвет отвечает за что-то. Типа, ты определенной губкой что-то должен мыть. То есть они еще и по жесткости. Короче, они вообще разные. Нужно разобраться в этом. Ну, я знаю, что маме без разницы. Она, короче, любую вообще берет и нормально. Так, далее обзор, продолжаем. Так, следующее это полотенчик. Такое вообще стильное. Ну, цвета, конечно, выбирают замечательные. Вот такое вот полотенце для рук вообще нормально. Да, ставим лайк. Короче, в следующий раз я куплю набор все для ванной. Чтобы там было и полотенце такое большое, и для рук, и так далее. Короче, чтобы все было одного цвета, все чесненько. Далее мыло для рук. Посмотрите, инжир, кокос. У меня есть мыло, ура! Далее еще одни салфетки. Спасибо. С лимоном. Ладно, не будем открывать. Далее. Крючочки, это из дома? Да. Э? Ну, какой тихо. Там папа стучит. Собирается. А это что? Да вы издеваетесь вообще надо мной. Это тряпочки. Вот это можно, пожалуйста, убрать. Пусть оно мне не попадается на глаза. Чихала на ваши тряпочки. Вот эти вот. Ну, ладно. Теперь я хозяюшка, видимо. Ну, пока что нет. Пока что еще нет. На обслуживании. Так, это что такое? Ага. Какой-то лист. А, и все, здесь больше ничего нет. Это можно убирать. И еще один пакет. Я так понимаю, это то, что привезли из дома. Там еще покупка, которую собирает папа. Вешалки, которые будут висеть на этой покупке. Вот. И канцелярия, которую я привезла. Я предлагаю это все собрать. Чтобы оно все было красивенько. У меня есть вот такой контейнер. Тут безумное эхо. Поэтому я делаю все поочередно. Сначала ставлю, потом говорю. Так. И еще один контейнер уже с канцелярией. Погнали. Сначала все собираем, потом все кладем на полочку. В верхний ящичек я хочу положить текстовыделители. Вот эти. Стабило. Так. Погнали. Складываем. Опа. Скорее всего они в нем все сюда не влезут. Вот такие дела. Закрываем. И сюда кладем эти два текстовыделителя. Так. И еще вот эти текстовыделители сюда положим. У меня есть два пенала, в которые я тоже могу на всякий случай на первое время разложить канцелярию. Потом уже куплю подходящий контейнер. И вообще все будет супер. Вот. Так. Ага. Ты чего? Нет. Во. Идеально вообще. Задвигаем. Короче, сюда мы складываем пишущее. Все. Текстовыделители, ручки. Сейчас все разложим нормально. Вот так. Ксения Куприкова на коврике. Да. Ну, по-моему, нормально. И вот сюда, в это оставшееся место мы кладем вот тут и мелочевку. Зайка должен поместиться. Я верю в зайку. А, зайка не хочет. А это закроется вообще? Ура! Да. Так. Берем это все дело. И ставим это в стеллаж. Потому что стеллаж, кстати, я вам не сказала. Мы перевезли уже эту квартиру, собрали. И вообще красота. У меня закружилась голова. Нужно присесть. Что за такое вообще? Я старею реально. Так. Смотрите. Пока что это по пеналам. Я раскладывать не буду. Привезем следующий органайзер. И я это красивенько разложу. Поэтому пока что просто сюда положим пеналы. Калькулятор. И готово. И ставим тоже туда. Пойдет. Как вам моя новая уборка? В канцелярии. Так. Следующее, что нужно убрать, это салфетки. Здравствуй, Александр. Так. Давай обзор, папа. Погнали. Погнали обзор. Что это такое? Тормально. Ааа. Меня сбили. Это балетный станок. Вот так вот делаем. И вот так вот. Можно вот так, а вышка. Ааа. Зачем? Обе-то не надо, наверное. В смысле, обе не надо? Одна выше, другая ниже должна быть. А, ну а. На одну можно повесить штаны, на вторую вешалки с одеждой верхней. А вот сюда обувь, допустим, можно поставить удобно. А вот сюда что? Вот на такой высоте я пока что все оставлю. Тут будут брюки, тут верхняя одежда, поэтому вообще... Ой. А оно надо зафиксировать его. Тут что-то не так. Так, теперь это все двигаем пока что сюда. Да, короче, мы сейчас эту вешалку подвинем вот сюда. Поэтому нужно убрать пылесос и вот это вот все дело. Please help me, потому что это очень hard. Погнали. Вот это сюда. Вот это сюда. Ой, ну тут шесть, тут пять, ладно. Ребят, как вам такая вешалочка? Оцениваем. Не, на первое время вообще супер. Я в детстве так делала. Смотрите, сейчас. Ага. А еще можно, короче, все сразу запустить. Это будет вообще сказка. Смотрите. Сказка. Вообще. Это поменяем местами. Типа тут низкая будет около стены, а высокая ближе сюда. Потому что тут будут вешалки. И смотрите, если я подвину это полностью к стене, вешалки просто будут, ну типа, упираться в стену. Поэтому делаем немного по-другому. Так, дальше что мы сделаем? Это пропылесосим и помоем пол в прихожей. Но нужно куртку убрать. Это мамина, это моя. Вот как вам такой сервис? Вообще круто. Кто хоть раз приезжал, те меня прекрасно понимают. Так, все, в прихожей пол помыт, пропылесосили, все окей. И в ванной тоже. Теперь нужно все в ванной разложить. Вот эти все тряпки, полотенца и губки. Но уже в ванной, давайте разложим все вещи. Делаем вот такие движения и кладем его вот сюда, по центру, прям вот, чтобы видно было. Смотрите, у нас здесь туалетка и вот эта штука здесь тоже будет. И вот это. Вот это да, вот это сервис. Закрываем. Закрываем. Вау, ой, что это вообще такое. И нужно теперь это полотенце для рук куда-то пристроить. Пока не определилось, куда весить крючки, временно повесим это полотенце вот сюда. Вот так вот делаем красивенько. И вот сюда. Горячее, ну так, тепленькое. Теперь нужно коврик положить, ребят, в прихожую. Поэтому идем за ковриком. Берем ковер и перетаскиваем его вот сюда. Пылесосы, кстати, уедут домой. Вообще, ребят, ну посмотрите. Это что вообще такое? В общем, мнения разделились. Я считаю, что гардероб должен быть вот здесь, а мама считает, что должен быть здесь. Ну как бы мне нравится больше там, потому что в будущем гардероб на меня будет все-таки вот здесь такая большая. Вот. Поэтому я хочу это передвинуть туда. У меня куртки будут висеть с одной стороны, обычная одежда будет висеть с той стороны и будет вообще замечательно. Поэтому давайте передвигаем это все в прихожую. А вы напишите, ребята, в комментариях, как бы вы сделали. Так, тогда делаем вот так. Вау, это что за перемешение? Здесь прям самое то. Куртки будут с этой стороны. Ну, а зачем я сейчас перевешиваю? Мы сейчас домой уедем. Ладно. Не важно. Готово. Я предлагаю go to home, because I want to eat, and как бы да, я не хочу спать на коврике, вот на том. Обзор на мою квартиру на данный момент, значит, здесь есть. Вот такая тумба. Здесь у меня лежат целые салфетки, помада. Здесь стеллаж, канцелярии и мой телефончик еще здесь лежит. И абсолютно чистая, пустая комната. Так, далее гардероб. Это все понятно. Пылесос ему увезем. Коврик еще прибавился здесь. Ванну не помыла. Вот помыла только пол, потому что нет смысла сейчас мыть ванну. Тут салфетки. Вот все, что у меня тут было. Кстати, надо попшикать всю квартиру, чтобы... Вот, зайдешь, чтобы вкусно пахло. Потому что мы зашли, и вот уже вот мист наш выветрился, к сожалению. А вот эта штука, она прям стойкая. А на этом, ребята, видео подошло к концу. Ставим лайки, если вам оно понравилось. Набираем лайки на следующее видео с квартирой. Пишем в комментариях, что купить в третью очередь. Ну, купить во вторую, привезти в третью. Вот. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok